Вопрос. Сейчас давай, во-первых, напишем, что сегодня 2000, чтобы мне потом на видео закинуть. 2021, 02. Потому что я, ну, то есть я не болею, но я из-за контакта с коронавирусом, похоже, до 7 марта. Так, какое у нас сегодня? 2024. 2024. Точнее, по пункту А-то, наверное, даже нет вопросов, потому что там-то точно он необратимый у меня получился. А вот по пункту Б непонятно. Давай разберем среда, семинар. Сейчас я идентифицирую, чтобы можно было выложить все. Идентифицировал. Так, дай-ка, я открою условия, потому что ты помнишь. Я помню, что они были про обратимость, но, честно говоря, я... Вот, все, нашел. Значит, смотри, там был А, да? А был следующий. XT равен плюс UT плюс 0,1, UT минус 2. Вот. И, соответственно, вопрос, соответственно, обратим ли XT относительно UT. Сам по себе процесс нельзя сказать, обратим он или нет. Обязательно надо уточнять, относительно какого белого шума. Потому что относительно одного белого шума процесс может быть обратим, а относительно другого белого шума процесс может быть не обратим. Вот стационарность – это понятие абсолютное. Либо он стационарен, либо нет. Он не может быть процесс с точки зрения Вася стационарен, а с точки зрения Маши не стационарен. Кто-то из них ошибается. А вот такое может быть вполне, что Маша говорит, относительно моего белого шума процесс обратим, а Вася говорит, относительно моего белого шума процесс необратим, и оба правы. То есть вот такая тонкая разница между стационарностью и обратимостью есть. Обычно из контекста понятно относительно какого белого шума. Ну, то есть как бы, если бы я вот написал это уравнение и сказал бы, обратим ли XT. Ну, наверное, я имею в виду относительно UT, а не относительно какого-то неупомянутого здесь WT. Но, тем не менее, такая вот разница есть. Ну, и какой у тебя ответ в первом? Ну, вроде как не обратим, потому что если мы вот выразим UT и начнем там вот это все раскручивать, то там как бы X с нечетными индексами, их вообще не будет как бы в этом уравнении, что ли, получаться. А разве плохо, что не будет X с нечетными индексами? Ну, тогда мы можем считать, что перед ними коэффициент 0. Не, он вполне обратим. То есть в данном случае... А, ну, в принципе, сумма-то будет сходиться, поэтому, наверное, тогда да. То есть мы напишем UT равен... Ну, давай, значит, мы из X вычтем шестерочку. УТ равен XT минус шесть минус ноль один УТ минус два. Я могу написать XT минус шесть минус ноль один. На что? А что такое УТ минус два? Применяю ту же самую формулу. Получится XT минус два минус шесть. Да? Минус ноль один на что? УТ минус четыре. Да, на УТ минус четыре. На двойку падает индекс. Равняется. XT минус шесть минус ноль один на XT минус два минус шесть плюс ноль ноль один на УТ минус четыре. Давай даже вот так напишем минус ноль один в квадрате. Вот, подставим потом УТ минус четыре. Вот опять по этой же формуле для УТ. И мы видим, что будет получаться вполне себе сходящийся ряд. Потому что коэффициенты будут вполне себе... Ну, будет, значит, плюс минус ноль один в квадрате умножить на что? На XT минус четыре минус шесть. И минус ноль один на УТ минус шесть. Вот, и так далее. И видно, что... Меня просто смутило то, что коэффициенты, они не перед всеми X получались. Я поэтому подумал, что не сходится. Но, в принципе, если считать, что там нули... Ну, можно и нужно считать, что там нули. Отсутствие коэффициента – это абсолютно то же самое, что нулевой коэффициент. Ну, я просто до этого сразу не... Вот, поэтому у нее вполне хороший номер. И ответ вполне себе обратим. То есть ответ, значит, в пределе, что я получу. То есть здесь предел есть. Если вот эту операцию делать бесконечное количество раз, то предел есть. Это важный момент. Потому что если бы коэффициенты росли, ну, мы не можем домножать на все более и более и больше число. Ну, в смысле, можем, но предел тогда не получится. Вот. А в этой вполне себе есть предел. Значит, можно отдельно собрать константы. То есть первое будет минус 6, потом будет минус 0,1 умножить на минус 6, потом будет плюс 0,0,1 умножить на минус 6, потом будет минус 0,0,0,1 умножить на минус 6 и так далее. Если отдельно собрать все константы... Давайте я их синеньким... Нет, синеньким подчеркну. Вот сначала просто минус 6, потом минус 6 на минус 0,1, потом на минус 6 на минус 0,1 в квадрате и так далее. А потом собрать иксы. Иксы действительно не со всеми степенями, а только с четными. Но, тем не менее, там будет xt минус 0,1 xt минус 2 плюс 0,0,1 xt минус 4 минус 0,0,1 xt минус 6. Вполне себе. Можно даже константы сложить. Если сложить константы, сколько будет? Как сложить констант? Вопрос ко всем. Он легкий достаточно. Требует погружения. Это бесконечная прогрессия. Только не нужно за скобку вытащить. Да, согласен. Можно минус 6 поделить на 1 минус 0. Вот так. Минус минус 0,1. То есть это а-ля b1 делить на 1 минус q. Но я не буду лишний раз выводить формулу бесконечного ващи геометрической прогрессии. То есть минус 6 деленный на 1 минус 0,1 и будет минус 6 деленный на 1,1. Вот. Можно собрать константу. И вот это вполне себе сходящийся ряд. То есть вполне себе выражает. А вот со вторым так не получится. То есть если мы начнем так делать со вторым, да. И на самом деле есть еще не только семинары, а есть еще лекции. И Марина давала вам некий критерий, как можно быстро сказать, не находя самого... То есть мы даже обратили, да. Но на самом деле можно выяснить, обратим ли процесс. Ну, то есть это такой бинарный, правда, ответ. Да, нет. Он не дает разложения. Мы получили... Мы не просто выяснили, обратим, он не обратим. Мы выяснили, что он а, обратим, и б, получили само разложение. Вот оно. Вот он обратим. Вот у ненаблюдаемых выражен через наблюдаемый xt. Это и есть смысл обратимости. То есть мы как бы убили двух зайцев сразу. Мы выяснили, что он обратим, и предъявили. Вот оно обращение. Вот оно выражение u через x. А есть еще некий критерий, который Марин обсуждала, что как можно по-быстрому сказать, вот обратим ли процесс. Кто осознал его как по-быстрому, не обращая, а прям вот посмотрел и так сразу, о, этот обратим, о, этот не обратим. То есть критерий быстрый, но он не дает самого обращения. Он просто выясняет, обратим, не обратим, как это сделать. Это надо на коэффициент перед утеку смотреть. Да, они там по модулю меньше единицы должны быть. Да, идея состоит в следующем. Значит, как быстро посмотреть. Но, правда, этот тест, он не находит само обращение. Мы как бы сейчас прямо и обратили. То есть первый вариант определить. Ну, давайте, как понять, обратим ли xt относительно ут. Ну, и ответ первый, который мы дали. Попробуйте обратить. Если выходит сходящийся ряд, значит обратим. Выходит сходящийся ряд, значит не обратим. Попробовать, вот как мы сделали, это ответ, да. Попробовать обратить. Ну, то есть, что значит обратить? Это означает выразить ут через xt, xt-1, xt-2 и так далее. Вот, если получилось, ну, выиграли, обратим. Вот, и ответ второй, это найти корни характеристического многочлена ма части. Давайте посмотрим еще раз на наш процесс. Он выглядит следующим образом. Значит, у нас xt равен 6 плюс ут плюс 0,1. Ой, или минус 0,1, честно вспомню. Забыл опять. Да, плюс 0,1 ут минус 2. И вот если посмотреть на вот эту ма-часть, вот она, ма-часть. Если все остальное откинуть, вот просто остальное все забить и представить себе, что давайте посмотрим на эту часть, как на не случайную. То есть, давайте посмотрим, вот мысленно мы оставляем, то есть пока забиваем на все остальное, забиваем на все остальное. Ну, это такой быстрый способ понять обратим-не обратим. Этот способ не дает самого обращения. Обращение, то есть первый способ, он хорош тем, что мы не просто попробовали, получилось, значит, мы не только сказали, что получается обратить, но мы еще и прямо предъявили вот оно, выражение у через иксы обращения. А здесь вариант забили на все остальное, то есть получили ут плюс 0,1, ут минус 2. Потом подставляем, ну, составляем то, что называется характеристический многочлен. Подставляем характеристический многочлен. Кто помнит, как составляется характеристический многочлен? У вас когда-то это, наверное, на втором курсе было, в дифференциальных разностных уравнениях, как составляли там характеристический многочлен, кто помнит? Это, наверное, было, но я лично не помню. А кто-то еще живой есть? 15 человек. Да, но я тоже не помню. Ага, ладно, давайте напомню. Мы заменяем... Что-то там с лямбами. Да, 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 да. Заменяем самый, то есть принцип такой, как составляется характеристический многочлен для разностного уравнения. Вот это разностное уравнения называется. Разностное уравнение. Вот, и мы составляем характеристический многочлен разностного уравнения. Мы, соответственно, ищем как бы решение вида геометрической прогрессии, то есть вида Qt равняется лямбда в степени t. Если мы туда и подставим, у нас получится лямбда в степени t плюс 0,1 лямбда в степени t минус 2 равно 0. Потом мы, соответственно, сокращаем наименьшую степень. Наименьшую степень. У нас в данном случае получается лямбда квадрат плюс 0,1 равняется 0. И вот это вот выражение, оно, собственно, и называется характеристическим многочленом. Вот, оказывается, он может нам поведать о нашем обратимости нашего процесса. Но давайте мы найдем его корни. Какие тут корни? Кто может найти корни? Давайте найдем корни и скажем условия обратимости. Ну, корни тут, видимо, комплексные какие-то. Да, тут комплексные корни. Действительно, видно, что лямбда в квадрате равно минус 0,1. Мы помним, что есть такое комплексное число, которое i в квадрате дает минус 1. Поэтому мы получаем, что лямбда первая – это i и корней из 0,1. А лямбда вторая – это минус i корней из 0,1. Пугаться не надо, ну, комплексные, комплексные, подумаешь. Ну, такие корни вышли. Все окей? Все со мной? Или кто-то уже отвалился, страшно потерялся? Нормально. Да, все окей. Хорошо, тогда продолжаем. Вот, и, соответственно, условия обратимости, теорема, что если, соответственно, x, t и ut связаны каким-то вот ma-уравнением, и все корни и все корни, соответственно, характеристического уравнения ma-части по модулю меньше 1, то ut выражается через x, t, x, t минус 1, x, t минус 2 и так далее. Вот такая теорема. В нашем случае у нас два комплексных корня. Кто помнит, как найти модуль или длину из комплексных чисел? Какая у них длина или модуль, чему равен модуль lambda 1 в нашем случае? Как считается длина комплексного числа? Ну, что-то типа теорема Пифагора там вроде было. Конечно. Давайте я нарисую картинку, мы вспомним, как считается длина комплексного числа. Если у вас есть какое-то комплексное число w, которое равняется, ну, я не знаю, 3 плюс 4i, то оно на плоскости изображается. Вот здесь действительная часть, в моем примере троечка, вот здесь минимая часть, в моем примере четверочка. Вот 3 плюс 4i, вот такое вот число w, и длина или модуль, это одно и то же. А длина или модуль комплексного числа, это, соответственно, по теореме Пифагора, это корень из 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. Ну, то есть, если какое-то есть произвольное число комплексное z, a плюс b, i, то модуль z, это корень из a в квадрате плюс b в квадрате. Вот, если вернуться, действительно, это просто длина, поэтому она считается теоремой Пифагора. Если совсем простой случай, если у вас число лежит на оси im, ну, например, вот как наше лямбда 1, оно равно i на корень из 0,1. Вот наше лямбда 1, оно вот такое. Это ре, действительная часть, это мнимая часть, а лямбда 2 у нас минус i на корень из 0,1. Лямбда 2 у нас в противоположную сторону откладывает. Какая у нас длина у лямбда 1? И какая у нас длина у лямбда 2? Лямбда 1 у корень из 0,1. А у лямбда 2? Тоже? Да, конечно, они длины-то одинаковые, просто они в разные стороны смотрят. Но длина у них совершенно одинаковая. Длина с направлением никак не связана. Ну, смотрит он туда-туда. Вот, я вижу, что у любого лямбда 2, в нашем случае, модуль или длина меньше одного. И теорема говорит, что если вот хт и ут связаны ма уравнением, у нас они связаны, все корни ма части по модулю меньше одного, то, значит, ут выражается. Она, правда, не говорит как, а говорит можно выражать. Но не говорит как. А мы первым шагом не только выяснили, что можно, но еще и предъявили разложение. Добро? Ну, то есть результат выходит, что да, можно, но непонятно, какие конкретно коэффициенты. А мы там выясним, что коэффициенты при нечетных степенях ноль, а при четных минус 0,1 в степени растет. Окей? Да. Хорошо, давайте попробуем b сделать. Давайте b сделаем и по теореме. И без теоремы попробуем посмотреть. Номер b был такой. Сейчас я его открою. Вот номер b был следующий. хт равняется 6 плюс ут плюс 2 ут минус 1 плюс ут минус 2. Давайте попробуем. Первое такое мини-упражнение. Первое задание. А как здесь выглядит характеристический многочлен ма части? Как выглядит? Найдите, в общем-то. Найдите характеристический многочлен ма части. Лямбда в квадрате плюс 2 лямбда плюс 1 равно миллион. Да, согласен. Мы на все остальное забиваем, смотрим только вот на ма части. И ответ действительно лямбда в квадрате плюс 2 лямбда плюс 1 равняется нулю. Надо пояснять или нормально? Да, поясните. Нормально. Ну давайте, кто правильно ответил, давайте пусть тот и пояснит. Как нашлось, это верный ответ, а откуда это, почему, как было сделано. Это же не я сказал. Выделяем ма часть. Выделяем ма часть, да, вот выделили. Давай, ты можешь записывать. Делаем замену ут равна лямбда. Точнее, ут равно лямбда в степени t. Во. Ут равно, заменяем на лямбда в степени t. Соответственно, ут минус 1 равняется лямбда в степени t минус 1. И так же ут минус 2. И теперь, да, представляем уравнение с помощью замены. И все делим на лямбда с меньшей степени, то есть t минус 2. И вот так у нас получается. Да, согласен. Вот здесь вот мы делим на меньшую степень. Так, ну, надо, ну, хотя нет, надо немножко осторожно. Меньший. Да, не, нормально. Вот, ну и корни тут какие? Это мы нашли. Давайте следующий вопрос. Это q1, а1, q2, корни какие? Минус 1. Да, а тут корень два раза минус 1. Хорошо. Правда ли, что минус 1 по модулю строго меньше 1? Нет. Неправда. Поэтому, соответственно, согласно нашей теореме, вот тут важно, что меньше, давайте я даже допишу строго меньше, уже еще есть меньше, чтобы равняется. Вот здесь давайте напишем, имеется в виду, меньше 1 для всех лямбда и, строго меньше, да? Вот, выполнено это условие или не выполнено? Не выполнено. Это условие у нас не выполнено. Раз, но не выполнено. Сейчас, давайте тут напишем, тогда и только тогда. Иначе теорема, как бы, говорит, я не знаю, да? Тогда, если, тогда, сейчас, если. Сейчас, как бы, мне написать и только если. Давайте я вот здесь уточню. И только если. Вот. Вот. Соответственно, в нашем случае мы получили, что процесс XT относительно UT обратим или нет? Нет. Не обратим. Не обратим. Вот. Давайте посмотрим, что будет происходить, если я как попробую пойти первым способом. То есть ответ. Дальше делаем вывод, что наш XT не обратим относительно UT. Давайте посмотрим, а что будет происходить, если я буду, как балбес, вот итерировать много шагов. Ну, хотя бы два шага сделаю и увижу, что на самом деле даже без теоремы я прекрасно вижу, что там не будет сходимости. Давайте попробуем сделать два шага и посмотреть, а что там к нулю не стремится. Почему? Смотрите. Ну, сделаем два шага достаточно. Уже будет понятно, что кое-какой коэффициент не хочет стремиться к нулю. Давайте сделаем UT. Выразим. Значит, UT равняется. XT минус 6 минус 2 у Т минус 1 плюс у Т минус 2. Подставляем. Значит, XT минус 6 минус 2. Множить на что? Ой, только тут тоже минус. Что такое UT минус 1? Кто может сказать? Это XT минус 1 минус 6 минус 6 минус 2. У Т минус 2. Минус UT минус 3. Это я пока только вот это сделал. Что надо вот это сделать? А давайте его пока сюда напишем. Минус UT минус 2. Его вот сюда приложим. И будет видно, что там коэффициент растет. XT минус 6 минус 2 на XT минус 1 минус 6. Но видно, что вот уже тут двойка появляется. А следующий так вообще будет. Смотрите, следующий будет. Здесь минус 2 на минус 2. Это 4. Еще минус 1. Это будет плюс 3 на UT минус 2. Плюс UT минус 3. Ой, плюс 2 UT минус 3. Вот так вот, верно? Да. Вот, подставим UT минус 2. Что у нас произойдет? Видно, что коэффициенты даже не собираются к нулю стремиться. Но никаким образом. Давайте плюс 3 умножить на что? на XT минус 2 минус 6 минус 2 UT минус что? Минус 3. T минус 3 минус UT минус 4. А этот пока давайте оставим. Плюс 2 T минус 3. Вот, у нас получается XT минус 6 минус 2 на XT минус 1 минус 6. Плюс 3 на XT минус 2 минус 6. Минус 4 на X на UT минус 3. Минус 3 на UT минус 4. Вот. Ну и уже закономерность более-менее видна. Первый тут идет с коэффициентом. Если пересмотреться, единичка. Здесь какой коэффициент? минус 2, здесь троечка. Отсюда вылезет какой? Минус 4 там и так далее. Очередоваться и застать будет. Да. И видно, что они к нулю, в общем-то, совсем не хотят сходить. Если мы беремся забить на U, ну, то есть сказать, а давайте только X оставим, а U уберем после миллиардного шага, то после миллиардного шага вот эти коэффициенты у нас будут миллиард и 999 тысяч 999. То есть мы будем забивать на два очень важных полагаемых, если мы скажем, а давайте после миллиарда шагов, ну, вот отрежем хвостик, вот, и вот этот хвостик, он будет иметь очень важный вес, необходимости там не будет, поэтому его отрезать нельзя. И поэтому получится, что значит у нас UT через X и сходящимся рядом не выражается. Норм? Да. То есть результат такой же, как по теореме, вот, ну, у дящегося ряда не получилось. То есть должно точно все к нулю стремиться. А хотя я не знаю, почему грустный, ну, как бы, ну, и ладно, ну, не получилось. Ну, как бы не обратим процесс. В чем будем грустить без повода. Так, хорошо. Разобрались, да? То есть мы можем ответить на вопрос, обратим ли процесс, двумя путями. Можем просто попытаться его обратить. Обратилось, клево, мало того, что обратим, еще и нашли это самое выражение, да, обращение. А если не обратим, ну, увидели, что коэффициенты стремятся к бесконечности или даже просто не стремятся к нулю. То есть если бы они получились типа плюс один, минус один, плюс один, минус один, это тоже было бы плохо. Вот. Хорошо, обратимое, это если отрезаемый хвостик, мы же хотим рано или поздно забить на вот эти У с отдаленными номерами. И забить мы на них можем только если коэффициент при них стремится к нулю. Вот. А даже если, то есть расходящийся получился, а даже если бы был плюс один, минус один, плюс один, минус один, Фернов сказали, что нельзя, потому что отрезать надо там У-99-е или У-100-е, или там У-Т-500-е. Оно имеет какую-то дисперсию свою, вот, и оно существенно влияет на вероятность. Это только когда у него там вес будет одна миллиардная перед ним, он тогда не очень влияет на монтаж, да, или дисперсию. Вот. Хорошо. Давайте маленькую проверку. Меня что-то смутило про разностные уравнения. Давайте такой разминочный вопрос про разностные уравнения. А, нет, давайте еще, прежде чем я спрошу, еще какие-то, то есть я так понял, что это мы разобрали домашку, вроде, наверное, закрыли вопрос. Еще какие-то вопросы по лекции, по домашке, вообще, почему угодно, по жизни, такой непростой, есть ли? Все молчат? Ладно. Тогда давайте я тогда подспрашиваю. Давайте такое разминочное упражнение. Я сразу напишу характеристическое уравнение и задание просто посчитать его корни, проверить больше они одного или меньше одного. Дано вот такое характеристическое уравнение. Лямбда кубе минус… Сейчас я придумаю. Минус 0,5 лямбда квадрат плюс 0,06… А, нет, не так. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. минус лямбда квадрат вот и сейчас бумажки подберу чтобы корни хорошо искались так значит здесь у меня вышло и минус 1 25 лямбда равно нулю и задание такое первое надо найти корни соответственно первое надо найти корни вот так шикарно начинать найти корни и второе задание надо сравнить их сравнить в нити модуль лямбда этого с единичкой вот такое задание вопрос понятен да хорошо тогда мне кажется что можно решать что не смущает ну а давайте так так вот все давайте две минутки каждому попробуйте самостоятельно если они напутал со знаком то корни должны быть комплексные если я в уме когда на бумажке накалякал сторонку через действительный корни мог ошибиться сейчас тогда еще придумают мне важно чтобы вы отработали комплексные числа тоже поэтому не получится комплект нет там действительно там действительно получается там дискриминант 6 наверно сейчас я придумаю что давайте вот это решайте какие получились корни а я еще один а 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 действительно или а Ну что, какие корни вышли у кого? 0, 1 плюс корень из 6 на 2 и 1 минус корень из 6 на 2. Да, 0, 1 плюс корень из 6 пополам и 1 минус корень из 6 пополам. И что можно сказать про их? Больше они единички по модулю или нет? Ну, лямбда 1 больше. Сейчас, подождем, лямбда 2, лямбда 3. Нехорошо. Две лямбда 1. Тогда лямбда 2. Ну да, значит, модуль лямбда 1 – это, конечно, 0, он, конечно, меньше 1. Модуль лямбда 2 – это модуль 1 плюс корень из 6 пополам. Ну, примерно прикидываем, корень из 6 – это больше двойки, но меньше тройки. Соответственно, если числитель примерно прикинуть, это от 3 до 4. Но когда мы 3 делим пополам, то получаем, конечно, больше 1. И модуль лямбда 3 – это 1 минус корень из 6 пополам. И он, конечно, меньше 1, потому что корень из 6 – это еще раз 2 с хвостиком, а не 3 с хвостиком. Поэтому, когда мы из 2 с хвостиком вычитаем 1, получаем 1 с хвостиком, делим пополам, получаем меньше 1. Окей, хорошо. А теперь тогда такой же вопрос про тот, который я изначально в уме задумал, но ошибся со знаком. Не тот знак поменял. Лямбда в кубе плюс лямбда в квадрате плюс 1,25 лямбда. О, какой я имел в виду. То же самое задание. Надо найти корни и надо сравнить модуль лямбдаитова с единичкой для каждого корня. Тоже давайте 2 минутки и потом обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поднимите руку, кто решил. Можно там в зуме поднять лапу. Поднимите руку, кто решил. 1,2,3,4. Круто. Процесс идет. О, 5. Правда, один кто-то уже устал держать лапу. Но я помню, была другая. Ну, смотрите, остальные, те, кто не поднимает руку, либо спрашивайте, либо скажите, что нужно еще время. То есть, прореагируйте. Я как бы готов, взаимодействую всячески, я смотрю, но когда вы молчите, я же не знаю, может вы просто там ушли гулять и так идете по улице, прогуливаетесь, не знаю, и так в полуха слушаете. То есть, если нужна какая-то помощь, то скажите, что нужно. Если все окей и вы просто неохотно делать, но я так слушаю, то это окей. Вы как бы сами выбираете. Если нужно разобрать, то скажите. Если нет, то я тогда дальше пойду. Разбираем, нет или все понятно? Все понятно. Еще раз, если вы стесняетесь при всех, можно там, не знаю, в личку написать, все что угодно. Можно забуалировать, сказать, у меня вот друг есть, он стесняется сказать, что непонятно. Вот. Не знаю, меня просто смущает такое, когда там пять человек, ну шесть, там человек из семнадцати, из пятнадцати решают, остальные просто молчат. Я не знаю чего. Я хочу вас стимулировать, уметь реагировать. Ой, непонятно. Нормально. Вот. Ну давайте я быстро объявлю, давайте быстро объявим ответы. в корне здесь, конечно, лямбда первый равен нулю. Лямбда второй какой? Минус 0,5 плюс i. И лямбда третий. Минус 0,5 минус i. Ага. И длины у них, ну, понятно, у самого первого длина нулевая. Да. Если я изображу, например, второй, то видно, что второй и третий, они, ну вот они какие-то такие вот. Минус 1,2 надо отступить влево, у одного надо вверх отступить. Вот это действительная часть, это мнимая часть, да. Вот лямбда 2. Вот эту противоположную сторону смотрит лямбда 3. Нехорошо. Лямбда 3 единичка. Вот лямбда 2. Вот и длина у них, конечно, у лямбда 2, у лямбда 3 одинаковая длина. И она равна по теореме Пифагора корень из единичка в квадрате, это вертикальная составляющая, плюс 0,5 в квадрате, это горизонтальная составляющая. И будет корень из 1,25, что, конечно, больше единички. Окей? Да, окей. Хорошо. И, соответственно, если бы это были характеристические многочлен для ма части, то мы бы сказали, что процесс не обратен. Так, давайте я немножко, ну, такое лирическое отступление сделаю про какую-то общую структуру. Мы тут просто с Филиппом Ульянкиным обсуждали за временные ряды. И, ну, вот, некое вообще... Какие задачи бывают во временных рядах? Потому что мы, ну, вот, начинаем с каких-то изучений теоретических свойств. То, может быть, полезно обозначить, ну, общую схему, а вообще чего от временных рядов хотят? Какие бывают задачи? А то мы сейчас исследуем какие-то теоретические свойства рядов. Это хорошо, это полезно при ряде задач, но просто чтобы вы осознавали, какие бывают задачи. Но основная задача, наверное, это прогнозирование. Вот, прогнозирование ряда. Вот, мы хотим прогнозировать его на один или два шага вперед. Ну, здесь можно уточнить, что... Бывают разные задачи прогнозирования. Бывают задачи прогнозировать сам ряд. Вот хочу точечный прогноз. А бывает задача другая. Другая. Хочу, например, спрогнозировать... Можно, значит, сам ряд. Можно прогнозировать... Ну, здесь такое как бы... То есть это первая задача А. Ну, есть такой вариант задачи А. Можно прогнозировать... Прогнозировать волатильность ряда. Часто бывает в финансовых приложениях интересно не саму цену прогнозировать, поскольку цена акций какой-нибудь ликвидной компании, она плохо прогнозирует. Ну, в смысле, она такая же, как вчера. И спрогнозировать тому цену крайне сложно. Но если бы это было легко, то все бы сразу закупали те акции, которые по прогнозам растут. Вот. И продавали бы те, которые по прогнозам падают. Поэтому, в общем, спрогнозировать тому цену нереально. Однако изменчивость цены достаточно хорошо прогнозируется. То есть можно сказать, вот сейчас у акции период низких колебаний, а сейчас период высокий. То есть здесь есть специальные модели для условной гетероспедастичности. То есть здесь всякие слова типа гарч и так далее. Вот есть. То есть волатильность прогнозируется хорошо для цены акций, а сама цена прогнозируется плохо. Ну, как бы, можно сказать, такая же, как вчера. Ну, это мало. То есть мы не можем сказать, куда она пойдет, но можем сказать, вот сейчас она высокоизменчивая, сейчас она низкоизменчивая. Значит, это первая задача, наверное, самая основная. Это прогнозирование ряда. Вторая задача, наверное, B, это кластеризация рядов. Она принципиально другая, то есть есть у вас 50 рядов, и вы хотите разбить эти ряды на несколько групп. Зачем такая задача может быть полезна? Ну, например, если мы возьмем там ряды заболеваемости от какого-то там гриппа, то там четко будет видно два кластера. Раз кластер для северного полушария, и раз кластер для... Просто само автоматом берем там ряды по странам заболеваемости гриппа, и хоп, они прямо на два кластера ярко распадаются. Вот. И это как-то может влиять на какую-то политику, на какие-то меры. То есть это не вопрос, собственно, прогнозирования отдельного ряда. Модель может использоваться, в принципе, одна и та, только с другими коэффициентами при прогнозировании. А это вопрос, что вот, ага, мы заметили, что вот эти ряды разбились на две больших группы. Вот эти там 60 стран и вот эти 40 – это две разных группы, и мы можем там делать разные объявления, разные рекомендации по группам. Вот. Еще одна задача – это обнаружение разладки. Обнаружение... Они, конечно, все задачи немножко связаны друг с другом. То есть ту же кластеризацию можно использовать для прогнозирования. Если мы выяснили, что вот эти 60 стран лежат в одном кластере, то, может быть, в качестве предиктора по стране номер 7, мы будем использовать результаты предыдущих месяцев по странам того же класса. То есть нельзя сказать, что это прям совсем все задачи отдельные, но как-то такая идея – разбить задачи. можно спрогнозировать сам ряд, значит, можно спрогнозировать изменчивость ряда, можно кластеризовать ряды, можно... Еще одна задача – это обнаружение разладки. Но она используется в основном на предприятиях. Работает какой-то там станок или идут какие-то транзакции от клиента, и в какой-то момент мы говорим – оп, что-то пошло не так, надо останавливать процесс, надо блокировать клиенту карту. То есть есть какой-то временной ряд, и мы говорим – это нормальный процесс, это все ок, а это стоп, надо что-то разладилось. Это какая-то мошенническая операция или что-то пошло не так. Она тоже, конечно, тесно связана. То есть это надо в какой-то момент сказать стоп и что-то там поменять. Идея, что процедура должна сказать стоп, началась разладка. Процедура – наш алгоритм. Алгоритм должен сказать стоп в какой-то момент времени, когда процесс не такой, как раньше. Конечно, это тесно связано с прогнозированием. Если, грубо говоря, можно предложить такой алгоритм. Если раньше качество прогнозов на один шаг вперед было, там мы ошибались на плюс-минус 7, а тут делаем по старому алгоритму, который ошибался на плюс-минус 7 прогноз, и он вдруг ошибся на плюс 20. Но если он никогда раньше на плюс 20 не ошибался, а в пределах 7 ошибался, а сейчас ошибся на плюс 20, то это может означать не то, что алгоритм плохой, а то, что зависимость поменялась, то, что произошла какая-то разладка, сломался оборудование или что-то еще, и надо срочно менять процесс. Что-то не так. То есть, в принципе, эти задачи связаны, но можно выделить отдельную задачу. Какие у нас еще могут быть задачи, кроме прогнозирования, кластеризации, обнаружения разладки? Еще кто может предложить какие-нибудь задачи, связанные с рядами? Ну, я даже не знаю, но, наверное, все-таки прогнозированием занимаются, да? Вот основные задачи в целом-то. Ну, да, есть одна задача, которая связана с прогнозированием, я вот в нее не шибко верю, но она такая популярна. Еще одна задача А, Б, В, Г, про выявление причинно-следственных связей. Причинно-следственных связей. Ну, то есть, грубо говоря, она такая более тонкая, и я не всегда верю в то, что мы можем ее обнаружить, но одно дело спрогнозировать. То есть, некая есть разница между задачей А и задачей Г. Вот есть показатель, на который мы можем влиять. Есть показатель, ну, допустим, мы назначаем цену на какой-то товар или размер скидки определяем. У нас куча групп товаров, и вот мы можем не просто включить, и если мы хотим, ну, вот одна из таких задач, ну, хотим выбрать оптимальную цену или оптимальный размер скидки, чтобы, с одной стороны, не сильно проиграть в притоке из-за того, что дешевле будет, меньше нам денег будут платить за единицу товара, ну, из-за того, что больше купят, выиграть. И вот мы хотим определить размер оптимальной скидки, и вот здесь уже немножко тонкая штука. Мы не просто хотим спрогнозировать, сколько завтра купят, да, а мы хотим такой прогноз поставить, сколько завтра купят, если мы назначим там скидку 5%, сколько завтра купят, если мы назначим скидку 10%. То есть мы хотим такой, ну, вроде бы прогноз, но такой сценарный, что будет, если. И это не всегда просто включение какого-то регрессора в модель, это зачастую более тонкие штуки, потому что нужен некий эксперимент. То есть данные должны быть, ну, для этого, ну, тут еще важен сбор данных, технология получения данных. То есть если мы в каком-то экспериментальном магазине провели этот эксперимент, здесь назначили скидку 5%, а вот в соседнем, похожем по характеристикам назначили цену 10%, ну, вот мы можем, в смысле, скидку 10%, можем посмотреть разницу. То есть вот здесь вот важно не только регрессия, которую мы там будем строить, а важно скорее собранные данные, какие есть. Потому что если у нас, ну, у нас в прошлом во всех магазинах была скидка 5%, да, и мы пытаемся понять, а какой будет приток клиентов, если будет 10%. Ну, мы просто по нашим данным физически не можем, если у нас все время в прошлом была 5%, все время всегда скидка, сколько придет клиентов, если будет 10%, никакая мат-модель нам на это не скажет ответ на такой вопрос. Вот во всех прошлых данных 5% скидка по всем нашим магазинам, нашей сети, а сколько к нам придет, если будет 10%. То есть здесь важны еще и экспериментальные какие-то данные, ну, или хотя бы квази-экспериментальные данные. Может быть, в природе сам собой сложился эксперимент, что там мы-то назначали скидку везде 5, но там в каком-то магазине по ошибке было 10, и мы раз и увидели это, и вот теперь можем предсказывать. Вот, есть такой сюжет, похожий на прогнозирование, но это все-таки не совсем. Одно дело, я просто, у меня есть какие-то прошлые данные, и я ничего не меняю в своих управляющих рычагах переменных, на которые я влияю. Я просто хочу понять, вот если все будет как и раньше, сколько будет завтра, если зависимость сохраняется. А здесь это вопрос, а я собираюсь надавить на какой-то рычаг, перевести его в другое положение, как отреагирует Y. Это другой, вот это очень тонкий вопрос. То есть они все бывают сложные, но вот это совсем очень, ну, на мой взгляд, из всех этих вопросов, самый сложный. Ну, мое мнение, поскольку здесь надо не просто спрогнозировать, а надо понять именно причинно-следственную связь, как X. То есть, ну, например, я могу прогнозировать количество осадков, глядя из окна на количество зонтиков за окном. Да, ну, смотрю, много зонтиков за окном у людей, ну, сильный дождь, мало зонтиков, нет ни одного зонтика, наверное, дождя нет. И как бы прогнозировать осадки я таким образом вполне могу, глядя на количество зонтиков, вполне себе неплохой предиктор осадков. Вот, однако сказать, что насколько увеличатся осадки, если там количество зонтиков я выгоню на улицу еще пять людей с зонтами, ну, я знаю, что не увеличится, но как бы, потому что я понимаю здесь причинно-следственную связь. А в реальных данных, когда у меня вот моя цена, вот конкурента, вот объемы продаж, и что будет, если я увеличу на пять, ну, кроме как провести эксперимент или где-то эксперимент сам собой был проведен, случайно бывает такое в данных, ну, тогда можно понять, но, на мой взгляд, самый сложный. И, в принципе, еще есть, я лично совсем не сталкивался, но теоретически, возможно, и вот кластеризация рядов, чем она особенно, есть похожая задача, а в ВГД есть, в принципе, классификация рядов. Классификация рядов. Классификация рядов. Похожая задача, отличие немножко тонкое, а кластеризация рядов мы не знаем, истинный тип ряда, мы просто говорим, вот у нас сто рядов, алгоритм сделай нам их разбивку на там две группы или на три, то есть мы, у нас нет эталонного, как бы сказать, вот это ряд типа А, это ряд типа Б. А бывает иногда классификация рядов, ну, условно говоря, есть ряды типа А, есть, ну, то есть, во-первых, классификация тоже решается не на одном ряде, а когда рядов много, есть ряды типа Б, и есть ряды, которые мы хотим понять, к какому типу они ближе, пока непонятного типа, и мы хотим их отнести к ряду А или к ряду Б. Есть образцы, вот как вот это эталонный ряд типа А, это эталонный ряд типа Б, а вот это ряд, который мы хотим отнести либо к этому типу, либо к этому типу. Это, конечно, немножко похоже на классификацию, но на классификации нет эталонов. Мы там просто делим на несколько групп автоматически, не задумываясь, что вот это эталонный и это эталонный, а в классификации есть некие эталоны. Вот, ну и, возможно, другие задачи, опять же, эти задачи сильно связаны между собой. То есть понятно, что, может быть, если я умею прогнозировать, да, это может мне помочь обнаружить разладку, да, если вдруг прогноз все время хорошо работал, а тут сначала плохо работал, разладка, значит, произошла. Или кластеризация, я кластеризовал ряды, и теперь в рамках одного кластера могу, наверное, лучше прогнозировать. Или, опять же, выявление причин следственных связей, да, если я понимаю как-то вот экспериментально, я понял, что х влияет на у, а не наоборот, да, тогда я, наверное, буду в у добавлять в качестве прогноза флаги х, или наоборот, если я знаю, что х помогает прогнозировать у, я могу задуматься, а есть ли там причинно-следственная связь. Ну, может быть, есть, может быть, нет, да, то есть в моем примере с зонтиком и количеством осадков, зонтики помогают прогнозировать количество осадков, ну, такой примитивный прогноз, но тем не менее, но они, нет причинно-следственной связи, то есть выявление причинно-следственной связи, это более тонкий вопрос, чем прогнозируемый. Вот такие вот штуки. Сейчас мы в основном, значит, что мы сейчас делаем, то есть это какие глобально перед нами задачи стоят, просто чтобы вы понимали. Ну, действительно, основная задача чаще всего прогнозирует ряд, и мы сейчас занимаемся изучением теоретических свойств рядов, пока вот обратимость, там стационарность, что для стационарного ряда у нас может быть одни модели, для стационарного ряда другие модели для прогнозирования, но пока что мы вот глобально находимся вот здесь, и мы изучаем теоретические свойства рядов, просто чтобы была какая-то схема, может быть, она кому-то облегчает, зачем эта обратимость? Ответ, что обратимость и стационарность помогают, ну, неким, единственным образом записать модель для прогнозирования, ну, например, в классе Арима, то есть это теоретические свойства, которые полезные, которые мы будем использовать при прогнозировании ряда. Окей? Просто чтобы не было, ну, хорошо, обратим. Сейчас поймем, ну, зачем нам это нужно. Норм? Про задачи окей? Окей. Я уже, я понял, что тяжело. Вот когда со школьниками, с семиклассниками работаешь, все скажут. Почему-то, когда начинается второй, третий курс, то два человека говорят, остальные где-то там сидят. Так, ладно, пойдем дальше. Давайте попробуем такое упражнение сделать. Так. А, кстати, я хотел спросить, а Марина докуда успела добраться на лекции? Чего успели сегодня закрыть? У нас сегодня не было лекции. У нас в прошлый раз было две лекции. А, ну ладно, давайте дальше пойдем. Вот, давайте сделаем такую штуку. Давайте попробуем уже поделать какие-то прогнозы в рамках какой-то модели. Попробуем такое упражнение. Чтобы, ну, уже были какие-то прогнозы, ну, в рамках простой модели. Попробуем остановить прогнозы. Давайте предположим, что у нас модель такая. Известно, что мы наблюдаем, что Y100 мы пронаблюдали это 7. А наша модель такая. Y100 равняется 3 плюс 0,5 Y100 минус 1 плюс UT. Более того, мы считаем, что ряд... Давайте я отделю модель от данных. Это модель. Мы считаем, что ряд Y100 стационарный. Мы считаем, что Y100 не зависит от UT плюс 1, UT плюс 2 и так далее. Это наша модель. А, нет, еще про U напишу. УТ белый шум. УТ нормально 0. Пусть будет 4 и независимая. Во. Вот это, соответственно, будет моделька. Вот это будут последние данные. И, соответственно, как получены эти коэффициенты, пока пропустим. То есть, конечно, в реальности вот эти коэффициенты, их надо как-то оценивать. То есть, здесь вот у меня откуда-то взялась тройка, откуда-то взялось 0,5, откуда-то взялось 4. Ну, пока пропустим детали. Ну, вот есть алгоритм, метод максимального правдоподобия. Вот, применили ее к модели, получили. Давайте пока сделаем вид, что они у нас с потолка есть. А моя задача будет такая. А давайте, когда у нас есть прошлые данные, есть у нас уже каким-то макаром полученная модель, потом разберемся, как она оценивается. Давайте сделаем следующее. Давайте выясним, как распределен Y101. Ну, при условии, что мы знаем, что Y100 равен 7, как он распределен. Поэтому выясним, как распределен Y102 при условии, что Y100 равен 7. И, соответственно, построим... Вот сейчас мы живем в момент времени 100. То есть, первый вопрос – это выяснить, как распределен Y101. Но если мы выяснили, как распределен Y101, то, соответственно, вопрос второй – это постройте 90, допустим, 5-процентный предиктивный интервал для Y101 и Y102. То есть, если мы знаем законы распределения, то мы можем строить прогнозы точечные, интервальные. Вот такая задача. В условии все понятно или нет? Я пока не спрашиваю, как решать, я спрашиваю, все ли окей в условии, все ли понятно, что написано. Да. Хорошо. Хорошо. Если в условии все понятно и нет незнакомых слов, то тогда давайте решать. Какие будут идеи? Как выясним? Ну, просто подставить. Конечно, да. Смотрите, если... Да, действительно, просто подставим. Что такое Y101? Ну, поскольку написано, что это для любого Т, то это 3 плюс 0,5 на Y сотая плюс U101. Это я уже решать начал еще. Ответ. Вот. Поскольку известно, что Y сотая – это 7, да. А U101, смотрите, где и чем буду пользоваться. Вот первое, чем я пользуюсь, смотрите, я сразу нескольким вещам пользуюсь. Смотрите, я подставлю 7. Я скажу, что, смотрите, U101, оно не зависит от Y сотого. Поэтому то, что я знаю Y сотая, мне никакой информации об U101 не несет. Это в условии. Я вот воспользовался вот этой фразой. Эта фраза здесь неспроста висит. Написано, что U101, он не зависит от Y сотого. Окей? Да. И то, что я подставил, я знаю Y сотый, это не несет информации об U101. Вот. Потому что бывает такое, что они зависимы. И тогда то, что я подставил вместо Y сотого 7, еще и U101. У него матажда неусловная подкачила. Бывает такое, что вы знаете одну переменную и несет информацию о другой. В данном случае такого нет. То есть я пока воспользовался уравнением вот этой фразой. И получилось, что это 3 плюс 0,5 на 7 плюс U101. Получается 6,5 плюс U101. Окей, хорошо. Значит, мы знаем, что Y101 у нас при известном Y сотом, он превратился в 6,5 плюс U101. И как распределено 6,5 плюс U101? Если U101 нормально 0,4, то есть мы прибавим 6,5, то как будет распределено 6,5 плюс U101? Нормально с параметрами 6,5 и 4. Согласны? Да, нормально. Тогда получается, что мы выяснили, что Y101 при условии, что Y сотый равен 7, распределен нормально с матожиданием 6,5 и дисперсией 4. То есть если воспользоваться информацией о том, что Y сотый равен 7, ну и, конечно, предполагать, что наша модель верна, то, мало ли, что это совсем неверная модель, то тогда Y101 распределен нормально с матожиданием 6,5 и дисперсией 4. Почему мы предполагаем, что он распределен именно нормально? Мы, в принципе, просто можем вычислить матожидание и дисперсию. Но почему мы говорим, что он распределен именно нормально? В условии сказано. Смотри, вот мы условия не обсуждаем. Ну, хотя нет, обсуждаем, но мы не говорим. Вот в условии сказано. Но у нас ошибка распределена нормально. Из этого следует, что и сам Y тоже? Не, не, подожди, мы выяснили, смотри, что мы выяснили. Что если мы ищем условное распределение, ой, Y101, то тогда Y101, это оказывается, с учетом условия, это 6,5 константа плюс что-то нормальное 0,4. Если я нормально прибавлю константу, то я получу нормальную случайную величину. Все, все свое я понял. То есть я опираюсь, да, я чуть не пометил точечкой, да, вот это я тоже использовал. Ну, как бы вот это следует отсюда, да, если они нормальные 0,4, независимо, то это следует. Вот. Ну и, соответственно, если я выяснил закон распределения, то все это дает возможность строить предиктивный интервал. Если я хочу 95-процентный предиктивный интервал, PI – это предиктив интервал. Вот. То какой интервал накроет мне Y101 с вероятностью 95%? Кто может сказать? 6,5 плюс минус 1,96 на синтактную ошибку, это то есть на 2. Конечно, да. Действительно, мы знаем, что нормальное распределение, то есть, ну, одно число из таблиц нормального распределения надо знать. То есть, всю таблицу, конечно, учить глупо, но для прикидок очень хорошо помогает представление о том, что нормальное распределение лежит от своего мат-ожидания с вероятностью 95% плюс-минус, ну, можно запомнить 1,96, можно запомнить даже 2. Вот. То и то окей, ну, просто вот одно число хорошо для прикидок представлять себе. Да, действительно, я отступаю. Мы знаем, что вот если я возьму… Здесь какое-то вот ноль, здесь нормальное распределение, да, у какое-то здесь вот мю. Если я от мю отступлю плюс 1,96 сигма и отступлю мю минус 1,96 сигма, то вот в этот интервал мы попадем с вероятностью 95%. Ну, поскольку мы и мю, и сигма здесь нашли только что, то поэтому ответ, что у 101 накроется интервалом от 6,5 минус 1,96 на корень из 4 до 6,5 плюс 1,96 на корень из 4. Вот вероятность этого накрытия, ну, с учетом того, что у 100 был равен 7, да, мы как бы эту вероятность считаем, исходя из модели и информации о том, что у 100 равнялся 7, эта вероятность у нас равна 0,95. Нормально? Да. Можно вопрос по условию? Да. Может быть, он очень глупый, но я вообще запуталась. Вот у нас ошибка распределена как белый шум и распределена как нормально. Или белый шум – это не распределение? Белый шум – это не распределение. Белый шум – это более слабые условия. Не-не-не, смотри, вот это утверждение про отдельно каждую, да, вот у первая – нормально 0,4, у вторая – нормально 0,4, у третья – нормально 0,4, а вот это утверждение про всю последовательность у, что все у меж собой независимы, да, когда я говорю, что у т тильточка нормально 0,4, это говорит, вот у пятнадцатая – нормально 0,4, у тридцать вторая – нормально 0,4. Нормальность – это характеристика отдельно взятого у каждого в данном случае, окей? Белый шум – ну, лучше здесь было скобки поставить, да. Белый шум – это характеристика не одной случайной величины, это характеристика процесса, последовательности. Какие у нас требования к белому шуму? Я поняла, спасибо. Какие требования к белому шуму? Поняла. Какие требования к белому шуму? А, ну то, что мат ожидания, ноль, дисперсия. Белый шум – это про последовательность, не про одну величину, про последовательность. Вот можно говорить, что z нормаль 0,1, z – это может быть одна величина, а белый шум, мы не можем сказать белый шум про одну величину, белый шум мы должны говорить про пачку величин. Мы говорим, что последовательность белый шум, если для каждого УТ мат ожидания 0, дисперсия какая-то константа и ковариация УТ УС равна 0 при Т неравном С. Это требование к белому шуму. И я тут много свойств написал, но я согласен с тем, что если выполнено вот это, что У независимый, каждая нормальная 0,4, то из этого следует, что оно белый шум. Это более сильное условие, поскольку здесь написано, что мат ожидания от каждой 0, написано, что дисперсия от каждой 4. Понятно, что 4 это константа. Спасибо, я поняла. Вот. Ну, собственно, сделайте то же самое на два шага вперед. Найдите закон распределения 102 при условии, что ИГК сотый равен 7 и построите 95-процентный предиктивный интервал для 102. Давайте за оставшиеся 5 минут. Давайте даже 2 минутки подумайте. То же самое сделать, что мы сделали, только надо прогнозный интервал для ИГК 102 в конечном счете сделать. Так. Спасибо. ну что что получилось какое распределение главное про распределение ответить а дальше предиктивный интервал это продублировать ответ от мю плюс минус 1 96 на найденную корень из сигма корень из сигма какое получилось распределение кто-то нашел нет девять с половиной ну чё девять с половиной давай честно все сделаем там просто меняется им отождание дисперсия вот давайте осторожно ну все что у меня есть это вот эта модель давайте я перейду на новую страничку значит что такое y 102 но это 3 плюс 05 на y 101 плюс у 102 у 101 3 плюс 05 на y 100 плюс у 101 плюс у 102 а а y 100 мне дано это 7 поэтому я получаю 3 плюс 05 на 3 плюс 05 на 7 плюс у 101 плюс у 102 вот ну раскрывая скобки у меня получается 3 плюс 05 на 6 с половиной плюс 05 на у 101 плюс у 102 а и это получается и это получается 05 на 6 5 это 6 это 6 плюс 05 плюс 05 у 101 плюс у 102 да ну давайте смотреть а давайте попробуем посмотреть на это выражение 6 625 от 625 от 625 плюс 05 на у 101 плюс у 102 чему равном от ожидания 625 625 625 отлично а чему равна дисперсия от 625 плюс 05 у 101 плюс у 102 у 102 125 на сигма квадрат в котором у 4 да вот это не влияет на дисперсию получиться 05 в квадрате на дисперсию у 101 плюс дисперсия у 102 и будет 05 в квадрате на 4 плюс 4 будет 1,25 на 4 Итого мы выяснили, что Y102 при условии, что Y100 равен 7, распределен как? Нормально, с параметрами. 6,25 и 5. 6,25 и это 5 получается. И 5. Окей? Норм или что-то непонятно? Все круто. Вот, и теперь я могу строить опять предиктивный интервал. Ну, тут немногим сложнее. Значит, 95-процентный предиктивный интервал для Y102 будет такой от 6,25 минус 1,96 на корень из чего? Из 5. Из 5 до 6,25 плюс 1,96 на корень из 5. Ну, мы, правда, закрыли глаза пока на то, как получаются коэффициенты 3, 0,5, 7, 4. Вот это, ну, хотя ладно, 7 это реальные данные, это, ну, как и уродились, так и уродились. Да, а еще надо как-то сказать, а откуда берется вот эта модель? Ну, как бы уже такую простенькую задачку прогнозирования, когда вот есть модель, как с помощью нее с прогнозированием? Мы уже решили. Ну, естественно, в реальности еще надо выбрать какую-то модель, оценить ее. Вот, но тем не менее, нормально? Первую простенькую задачу прогнозирования решили? Хорошо, давайте тогда домашнее задание. Домашнее задание. Значит, yt опять будет не зависеть от ut плюс 1, ut плюс 2 и так далее. ut будет нормальный 0,16 и независимый между собой. И тут будет два варианта. yt равен 3 плюс yt минус 1 плюс ut. А, еще давайте y сотая будет равно 10. Это будет общее, а дальше будет делиться на две части. а это вот общее, общее, а дальше будет два разных уравнения. Уравнение а и уравнение b. А здесь будет yt равен 3 плюс, сейчас я быстро посчитаю, 3 плюс 0,6, yt минус 1 минус 0,0,8, yt минус 2 плюс ut. Вот, и задание будет такое. Да, y сотая равен 10, y, а тут мне два y надо, да, y, скажем, 99-й равен, сейчас считаю, 7. Вот так вот. И задание будет такое. Постройте 95-процентный предиктивный интервал для... А, задание тоже будет общее. Да, задание будет тоже общее. Для... Не, хотя нет, давайте немножко разное задание. Для y 101, для y 102, здесь тоже самое 90-процентный предиктивный интервал для y 101, для y 102. А вот одно задание будет разное. Постройте, ну, примерно, да. А, хотя нет, тоже будет одинаково, 4, я зря. Примерно 95-процентный предиктивный интервал для y 102. И здесь постройте 90-процентный предиктивный интервал для y 102. Пример. Такой отдаленный. Примерно здесь и примерно здесь. То есть на один шаг и на два прям точно, а на 100 шагов вперед примерно. Окей? Задача понятна? Да. Все, вот у нас будет первая задача прогнозирования. Так что... Вы это выложите в Телеграм? Да. А можно еще вопрос? А предиктивный интервал и доверительный – это одно и то же же? Ну, не совсем. Обычно доверительный интервал для констант пишут, а y 102 – случайная величина. Поэтому есть... Ну, в русском иногда говорят и там, и там доверительный интервал. Вот. В английском терминологии, когда говорят confidence interval, то это имеет в виду случайный интервал, который накрывает константу. А предиктивный интервал говорят, когда мы интервалом накрываем случайную величину. Ну, y 102 – он случайный, конечно. Поэтому в данном случае в английском точно, над предиктивным, а в русском можно сказать предиктивный, можно сказать, иногда говорят доверительный, но мне больше нравится предиктивность, чтобы подчеркнуть вот эту разницу между ними, чем мы пытаемся накрыть константу. или случайно величину. Понятно. Спасибо. Ну, если вопросов больше нет, тогда всем хорошего дня. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пока-пока. Спасибо, до свидания. 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 Продолжение следует...